Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Добрый день, Николай! Сегодня мы испытываем обновленную модель Ил-4, модель доработанная с измененным остеклением, с измененными мотогандролами, с разъемными консолями крыла. Эта модель после облета у нас уедет в Оренбург, но сегодня мы поднимем ее в небо, посмотрим как модель летает, выявим какие-либо особенности полета этого самолета. Они вполне возможно будут, так как балансировка у него изменилась, вес тоже изменился из-за разъемных консолей. Все это скажется на полете, но насколько серьезно, сейчас посмотрим. Вот такой красавец получился, ребята, ну как видите на лыжах сегодня. Да, сегодня взлетать будем с лыж, поэтому без уборки шасси. Ну, с колес по такому снегу не взлетишь, а лыжи должны выдержать. Так, ну что ж, перед стартом по традиции проверяем все рули. Если есть необходимость небольшого тренирования, это сразу стоит сделать. Ну, чуть-чуть руль направления вправо, просится. Все остальное вроде бы нормально. Ну, что ж, поехали. Взлетел самолет очень легко, честно говоря, я не ожидал, что он сразу подпрыгнет, чуть-чуть успев разогнаться. Оторвался буквально чуть больше половины газа. Вот так Ил-4 смотрится в небе, ребята. Красота! Да, балансировку сместили вперед и модель ведет себя в воздухе гораздо спокойнее, чем наш первый вариант этого самолета. Никаких нырков по тангажу. Конечно, требует немножко тренирования. Чуть-чуть элероны влево. Сейчас я добьюсь от него идеального полета с отпущенными ручками. Тренировка требует хорошего тренирования влево. Возможно, и руль направления вправо я зря сдвигал на старте. Показалось, что просится на самом деле не требовалось. Вот, все, полетел. Полетел ровно. Ну, что можно сказать? Вот у него крейсерский режим. Летаю сейчас чуть больше половины газа, процентов 60, наверное. Это нормальный режим. Тяги вполне хватает для копийного полета, для вполне активного набора высоты. Виражи с хорошим креном делает модель без потери высоты. Так что процентов 60 – это, я считаю, нормальный режим полета для этой модели. Если взлетать с земли, это еще и взлетный режим. Как видели, самолет буквально чуть-чуть разогнался и уже в воздухе. Сейчас пройду поближе. Да, балансировка свое дело сделала. Самолет гораздо устойчивее себя ведет, позволяет делать низкие проходы. Управляемость тоже более чем адекватная. Конечно, лыжи немножко портят сегодня вид. Но зимние полеты, они свои коррективы вносят. Ну, где еще возьмешь такую взлетку? Да, взлетка сегодня, конечно, замечательная. Ну, что ж, буду потихоньку заруливать на посадку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таймер 1, время вышло. Прибираю газ, но полностью движки не отключаю. Пусть лучше пролетит подальше. Пожалуй, кружок еще один надо будет пройти. Ну, что ж, вот и облетали мы обновленный L4. В воздухе он ведет себя гораздо стабильнее, чем первый вариант. Благодаря смещению центра тяжести. Ну, что можно сказать по результату полета. В воздухе самолет ведет себя гораздо стабильнее, благодаря более передней центровке. Так что доработки все пошли на пользу. Но самолет любит скорость. И в полете нельзя скорость терять. Можно свалиться. И на посадке требуется поддерживать достаточно высокую скорость. Хотя, надо сказать, взлетает он весьма легко. Честно говоря, я даже не ожидал, что он так легко будет отрываться от земли. Чуть-чуть разогнался и уже в воздухе. Ну, здесь, скорее всего, сказывается достаточно большая тяговая вооруженность. Ну, а что касается посадки. Ну, сами видите, как закреплены лыжи. Делали их на скорую руку, только чтобы можно было более-менее нормально со снега взлететь. Ну, такое крепление себя не оправдало. Самолет на капотирование неустойчивый получается. Слишком маленький передний свес. Ну, и результат вы видели при посадке. Заходило ровно, но при касании самолет кувыркнулся. Ничего страшного, конечно, не произошло, но условия взлета и посадки тоже нужно учитывать. Ну, а в остальном обновления и изменения показали себя только с лучшей стороны. Самолет теперь более стабильный. И в то же время, более компактный в плане переноски, всегда можно отсоединить консоли крыла. Ну, вот, Николай, наконец-то, дождался своего Ил-4. Модель, как видите, готова, облетана, испытана. И в скором времени уезжает к вам на родину. Ну, а по настройкам потребовалось тренирование элеронов влево. И немножко прижало руль высоты вниз. На старте самолет пытался задирать нос и лезть вверх. Ну, это, в общем-то, особенность такой компоновки. На Як-6 было, в общем-то, то же самое. Тоже требовалось немножко прижимать руль высоты вниз. И после этого самолет полетел. В остальном, все нормально, никаких неприятных моментов в полете не выявлено. И думаю, что полеты на этой модели доставят вам кучу удовольствия. Перед отправкой на эту модель также добавится вооружение. Сделаем торпеду, как и обещали. Но сегодня не стали ее ставить по той причине, что можно было оторвать. Ну что ж, модель облетана. В скором времени ждите посылки. Еще раз спасибо за заказ. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите следующих полетушек. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.